Правильно мне стало плохо после разговора с этими двумя, точнее с одной этой дверью, та еще более разумная. Посмотри, она говорит, что женщины, о них говорят, что женщины должны рожать, а мужчины должны идти бывать. То есть ты представляешь, мясокомбинат какой-то получается. Только вот женщины... Ай, короче, сейчас беру таблеток. Тиралиджен, но пустой. Ай, господи, мне что-то хреново стало от разговора с ними. Невозможно вот этих вот бабок в разговоре победить, вообще невозможно никак. Итак, смотрите, я принимаю сейчас флоксетин из западного производства. Есть отечественные, но почистенного качества, они говорят. У меня руки подержат, у меня просто постоянно руки подержат, потому что у меня холодно, страшно, тревожно. И принимаю все разговоры с этими ужасными бабками. Строго по рецепту врача. Никто не имеет права меня осудить, потому что это строго по рецепту врача. Все рецепты есть. Мне нужно нервеять от тиралиджен. Он у меня закончился. Он закончился. Этот фотоаппарат не работает, видите? Он не работает. Им не нужны художники, им нужны, чтобы ты воевал. Ты шел, с меня с тиралиджен один остался. Нералесик. Мне нужно больше принять, потому что я поразговаривал с этими бабками, это ужас какой-то. Мне страшно просто, больно. Больно душевно. Вот рецепты у меня есть, пожалуйста. Мне нужно остановиться у кого-то в пустыняшке. Вот он идет. Вот с этим сейчас примут. Две таблетки. Это антидепрессант, вскоряющий на месте. Подписывайтесь на канал. Вы каком аутсайдер арт. Смотрите, какие у меня уродливые руки. Какие руки воевать не умею. На самом деле я из винтовки стрелял в детстве. Тишал порохом. И на военных сборов его сыновья были. А может быть. Третий это я приму транквилизатор. Германского производства. Один миллиграмм. Все по рецепту. Все строго по рецепту. Мне приходилось бежать за второй печатью. И так, смотрите. 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 У меня руки даже жадлены. Эти бабки. Они им-то что? Для них это развлечение. Для меня это страшный стресс. Отговаривать с людьми. Спорить с ними. Когда тебя еще. Более на себя. Это то, что вообще невозможно надеваясь. Здесь невозможно ни с кем разбиваю. И ни одного человека не могу найти здесь, с кем можно поговорить хоть. Смотрите. Забиваю нерлептик. Смотрите. Сейчас сниму очки, чтобы вы не испытывали ко мне презрение. Ведь тот, кто в очках ходит, всегда и безознательное презрение к нему испытывает. Я пытаюсь вести свою мини-пропаганду антивоидную. И видите, что меня. Меня дрожат. Мне вообще тяжело. Мне, смотрите, как-то тяжело. Меня постоянно как-то хамят. По-моему, мелкому негативную неприятность. Я вообще чувствую себя как-то в грязь. Даже если бы я в грязь окунулся, мне было бы приятнее. Посмотрите. Нерлептик. Ой. Нерлептик я выпил. Тираллежен 5 мг. Славый. Два антидепрессанта западного производства. И один немецкого производства. Этот. Один миллиграмм. Томблизатор Золомакс. Все. Запиваю по водой из-под крана. Насчет этого я пил и делал эксперимент, кем я буду. Буйным или каким. Знаете что? Я просто рыдал и плакал. Бесконечно. Плакал. Сопли, слезы. Лились мои глаз. Можешь в это поверить? Нет. И вы все сменялись над этим. Я хоть что-то пытаюсь сделать. Если бы эта бабка увидела, как я плачу. Она сказала, фу, не мужик. Какое из тебя пушечное мясо? Она считает, что в России не должно быть художников. Не должно быть людей. Должны быть лишь бабы, как она говорит, которые рожают. Мужиков, которые идут на войну. Просто кошмар. Я простой русский человек. Мои всех предков убили на войне. Какого черта ты мне говоришь? Что и так дальше должно происходить? Какого черта? А? Объясни мне. Какого черта это должно происходить постоянно? Объясни мне. Почему предков везли на убой на войну? Сейчас я успокоюсь. Фотопрад не работает нифига. Скоро черта моих русских предков. Сначала говорит, что это мое право. Потом колхозы, война, война, колхозы. А теперь еще эта бабка говорит, что должны рожать, чтобы на войну отправлять. А женщине не нужно и воевать будет. Просто жесть. Скорбь. В моих устах. Верьте ли она в Бога вообще хоть? Иисус говорил. Иисус говорил. Не надо убивать друг друга. Не надо. Эта бабка что говорит? Нужно рожать. Как зерги. Мясо рожать. Рожать. На войну. На войну. Блин. Как будто средневековье какое-то. Да и пейзажи средневековые. Господи, как я устал. Мне так плохо. Реально. На душе так плохо. И мне тяжело, страшно. Мне кажется, что эта бабка на меня натравится. Своих сыновей. Что-то они за меня забили. Она еще скорбила меня. Типа, что я хилый такой весь. Она не знает, что я подтягиваюсь. До фига разным. Больше, чем она может представить себе. Без дрыганей. Если уж кто может на войну пойти, так это я могу пойти воевать. Потому что я порох нюхал. Я стрелял из настоящей винтовки. В городском возрасте. С временем Второй мировой войны. И в теле был. А ее сыновья чем занимаются? По клубам ходят. По клубам ходят твои сыновья. Девки твои. По клубам ходят. Какие у них дети будут? Еще что-то гонит на меня. Сейчас таблетки подействуют. Я успокоюсь. Просто капец. Хочу просто забыться. Вот реально. Вот. Я понимаю людей, которые пьют, курят. Потому что вам просто хочется забыться. Не хочу я вообще заходить. Так, как хотите. Вам просто хочется забыться. Потому что это ужасный, невыносимый ужасный мир. Просто хочется забыться. Где хочется просто забыться и все. Заглушить свои чувства. Я вас понимаю. Я тоже пытаюсь потихоньку заглушать свои чувства. Но у меня нет денег. Деньги я только на лекарства. Все. Все. Грубо. Посмотрите за то, что я какую-то фигню устроил. Просто мне. Я болен. Я принимаю лекарства. Сейчас мне станет получше. Но. Мералептик-религен у меня закончился. Он мне нужен. Он мне нужен. Основное. Я должен ехать к Красноярску, купить его. Все. Смотри. Сделал обращение. Обращение. Три важных обращения. Смотрите. Кто посмотрел. Три отметки нравятся. Одна отметка нравятся. Три человека всего. На весь мир. Шесть. Девять. Четырнадцать просмотров. И то один из них это мой. Нет. Я не смотрел. Это просто жесть. Это просто жесть. Ребята. Боже. Храни всех нас.